В Махачкале открылся первый центр помощи женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За помощью приходят дагестанки, которым больше некуда идти от домашнего насилия и непонимания. Здесь, кроме крыши над головой, женщины получают уход и психологическую поддержку. Сюжет Зумруд Гамидовой. Ни жилья, ни работы, ни денег. Истории тех, кто попадает в этот центр, очень похожи. Здесь принимают всех, независимо от регистрации, национальности и вероисповедания. Предоставляют все необходимое, но самое главное – помогают встать на ноги. Снять квартиру удалось на средства гранта. Дальше настала пора работать, причем в прямом смысле. Отремонтировать, отмыть, обставить мебелью. Так и готовилось это убежище. Райса Тасманова помогает женщинам, которые стали жертвами мужей тиранов, которые остались без дома и им некуда идти. Но центр – это не просто место, где можно переждать бурю в жизни. Здесь с ними работают психологи. Эти мамаши, у которых нет прописки в Махачкале, эти мамаши, у которых нет жилья вообще, нет работы. Эти мамаши, которые не могут встать на учет электронную очередь для того, чтобы определить своих детей в детский садик. Основная причина в основном – это сироты. Дело в том, что стараются опекуны, не все. Стараются отцы. Если остались, то же как можно быстрее. Город сказан, сплавится девушек. И очень рано замуж выдают. В основном ко мне попадаются, которые очень рано выдали замуж. Маленькая Вадзипат всего два месяца. Но мама уже возлагает на нее большие надежды. Ведь на кого еще ей положиться? Динару беременную выгнала из дома собственный муж. Ногу раз уходила, ногу раз проходила. Ногу чулу. Я видела сверху. Она меня унижала, что у меня дома нет, ничего нет. То, что ты никому не нужна. Мне было обидно. Было постоянно. И когда муж меня уже жестоко избил, меня довел такого. У меня вот шрам остался после него. И просто что у меня уже встал, ушел. Ребенка забрала, ушла. Идти ей было некуда. Одна, без документов. Девушка даже некоторое время жила в мечети, где потом ей посоветовали этот центр. Здесь ей обеспечили достойный уход. Я хочу, ну, на дети, то, чтобы было им удобство. Я хочу им на методический капитал взять арку. То, что после меня, то, что не было у них. То, что они остались без дома, как мама. Что я не получила с маленьких лет. Я хочу все отдать детям. Похожая история и у Марины. Она осталась на улице с двумя маленькими детьми. Здесь женщина нашла выход из кризисной ситуации. А еще работу. Марина будет работать в центре воспитателем. Мои дети будут под моим наблюдением, под моим присмотром. И тут я буду работать тоже. Тут я буду воспитательницей. Сидеть с детьми, воспитывать детей, как своих я воспитывала. Также воспитывать этих детишек с любовью, воспитывать их, как своих родных. Это моя работа. Пока они находятся в центре, для каждой из них будут организованы психологические и юридические консультации. Женщины узнают, что и как им нужно сделать, чтобы решить свои проблемы. И это абсолютно бесплатно. Но поскольку центр содержится силами одного человека, сотрудники готовы принять любую помощь. Будь то теплые вещи, продукты или детские игрушки. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.